Добрый день! Продолжаем наше дистанционное занятие. Сегодня мы с вами поговорим о вокальном искусстве бельканто. Бельканто переводится с итальянского как прекрасное пение. Блестящий, легкий и изящный стиль пения характерны для итальянского вокального искусства середины 17-1 половины 19 века. В более широком современном понимании певучесть вокального исполнения. Бельканто требует от певца совершенной техники владения голосом, безукоризненной кантилены, филировки, виртуозной колоратуры, эмоционально насыщенного красивого певческого тона. Возникновение бельканто связано с развитием гомофонного стиля вокальной музыки, формированием итальянской оперы в 17 веке. В дальнейшем, сохраняя художественно-эстетическую основу, итальянское бельканто эволюционировало, обогащалось новыми художественными приемами и красками. Ранний патетический стиль бельканто, оперы Клаузи Монтеверди, Александра Скарлатти, основан на выразительной кантилене при поднятом поэтическом тексте, небольших колоратурных украшениях, вводящихся для усиления драматического эффекта. Вокальное исполнение отличалось чувствительностью и патетичностью. К концу 17 века, уже в операх Скарлатти, арии начинают строиться на широкой кантилене бравурного характера, блестящий виртуозный стиль, в котором преобладает колоратура. К концу 17 века, уже в операх Скарлатти, арии начинают строиться на широкой кантилене бравурного характера, использовании развернутой колоратуры. Искусство пения в этот период было подчинено главным образом задачи выявления высокоразвитых вокально-технических возможностей певца. Длительности дыхания, мастерства филировки, умение исполнять труднейшие пассажи, каденции, трели. Певцы соревновались в силе и длительности звука с трубой и другими инструментами оркестра. В патетическом стиле бельканта певец должен был в арии докапа варьировать вторую часть, а количество и искусственность исполнения вариаций служили показателем его мастерства. Украшение арий полагалось менять при каждом выступлении. В бравурном стиле бельканта эта черта стала доминирующей. Таким образом, помимо совершенного владения голосом, искусство бельканта требовало от певца широкого музыкально-артистического развития, способности варьировать мелодию композитора импровизировать. Так продолжалось до появления оперы Джоакина Рассини, который сам стал сочинять все каденции кларатуры. К концу 18 века итальянская опера становится оперой звезд, целиком подчиняясь требованиям показа вокальных возможностей певцов. Требования стиля бельканта обусловили определенную систему воспитания певцов. Как и в 17 веке, композиторы 18 века были одновременно и вокальными педагогами. Обучение велось в консерваториях, которые представляли собой учебные заведения и одновременно общежития, где учителя жили вместе с учениками в течение 6-9 лет, при ежедневных занятиях с утра до позднего вечера. Если у ребенка был выдающийся голос, то его подвергали кастрации в надежде сохранить после мутации прежние качества голоса. В случае удачи получались певцы с феноменальными голосами и техникой. Ну и немного о певцах-кастратах. Давайте посмотрим небольшое интересное видео. Красивые оперные голоса ценились во все эпохи. Но в 16 веке католическая церковь запретила женщинам выступать в Ватикане. Их заменили певцами-мальчиками. В конце концов, юные таланты становились мужчинами, их голоса ломались и грубели. Тогда, для сохранения красоты звучания высоких голосов мальчиков стали кастрировать. Прихоти католической церкви на гравюре Папа Римский Сикс V. Католическая церковь всегда придерживалась патриархальных устоев. В 1588 году Папа Римский Сикс V издал указ о запрете певческих выступлений женщин на любой сцене. Это создало серьезные проблемы для оперного искусства, так как женские дисканты были очень важны. Поначалу в оперу для исполнения женских партий стали брать мальчиков, но в силу физиологических изменений долго выступать они на сцене не могли. Голоса попросту ломались и уже не годились для пения. Для того, чтобы мальчики как можно дольше оставались на сцене, их попросту кастрировали. Голоса оставались высокими навсегда. Процедура изменения мальчиков. В понимании постановщиков оперных выступлений того времени перевращение мальчиков в евнухов было лучшим выходом для искусства. Одаренных молодых итальянцев помещали в горячую ванну, опаивали успокоительным и выполняли соответствующую процедуру. По единственному документу, дошедшему до наших дней, можно понять, что в одном случае яички удалялись полностью, а в другом передавливался кровоток, снабжающий их ткани кислородом. К началу 18 века работу в итальянских театрах получало до 4000 мальчиков в год. 20 процентов после подобной проведенной кастрации не выживали. Наиболее значительной вокальной школой была Балонская школа. Она была открыта в 1700 году. Из других школ наиболее известны Римская, Флорентийская, Венецианская, Миланская и особенно Неаполитанской. А сейчас давайте послушаем арию из оперы Георга Генделя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хотя вокальные партии в операх по-прежнему перегружены колоратурными украшениями, от певцов уже требуется реалистическая передача чувств живых персонажей, повышение тесситуры партии, большая насыщенность оркестрового сопровождения. Все это предъявляет голосу певца повышенные динамические требования. Бельканта обогащается палитрой новых тембровых и динамических красок. Ну а сейчас давайте послушаем арию из опер «Севильский цирюльник» Джакин Рассини. Именно эту арию пела Фроси Бурлакова из фильма «Приходите завтра». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Оказал влияние на большинство Европейских национальных школ В том числе на русскую Многие представители искусства Бельканта гастролировали и Преподавали в России Русская вокальная школа Развиваясь самобытным путем Минуя период формального увлечения Певческим звуком Использовала технические принципы Итальянского пения Оставаясь глубоко национальными Художниками Выдающиеся русские артисты Шаляпин, Нежданова, Собинов и другие В совершенстве владели Искусством Бельканта Современная итальянская Бельканта Продолжает оставаться эталоном Классической красоты Певческого тона И других видов звуковедения На нем основано Искусство лучших певцов мира И в заключение давайте посмотрим И послушаем сцену гадания Марфа из оперы Хованщина Модеста Петровича Мусоргского В исполнении Ирины Архиповой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Узнаешь, мой княже, нужду и лишенью Великую страду плечу. Мой страде старючих слитов, познаешь ты всю правку земли.